Путина 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 российской районной оппозиции, поднять свой голос и против репрессий Казахстана. Поднять свой голос за то, чтобы в Казахстане сделаны были бы шаги по реальной свободе слова, по реальному течению прав, свобод, слова в печати собраний. А это все возможно только при смене нынешнего власти. Это только, например, демонтажа нынешнего назарбайского режима. Мы вступаем за учительное собрание Казахстана. Это наша позиция. Мы считаем встречу о смене всей системы власти, а не просто даже на смене одного лидера. А все в системе Акимов, она вся завязана на нынешних елбасы. И поэтому мы вступаем за полный демонтаж всей нынешней назарбайской клики. За, как я сказал, реальную демократическую реформу. И внешнюю политическую аренда за Казахстаном на демократические страны Запада и на те постсоветские страны, которые уже сделали шаг на пути к демократизации. Это очень на Грузию, Украину, страны Прибалтики, Молдовы, Кыргызстан. Вот в этом стоит наша позиция. Я надеюсь, что наши общие усилия, они достигнут своей цели. И Казахстан как Россия станет свободными. Спасибо. Теперь я хочу передать слово человеку, который родился в Казахстане, вырос в Украине, который является самым ярким представителем, одним из самых ярких представителей украинского народа, одним из лидеров Майдана последнего. В то же время этот человек является гражданином Америки, об этом все знают, уже не секрет, об этом это, да? Своему другу хочу передать Василию Дуболецу. Добрый день. Я вот прислушивался к тому, что говорили ребята, и скажу, что хочу начать издалека. Мы живем в удивительное время, когда объективно время диктатора выходит. И как бы они ни маскировались, как бы они ни выдавали себя за таких ягнят, ничего у них не получается, потому что это время, оно характерно тем, что правдивое слово вышло из-под контроля власть имеющих. Все. Они не могут скрыть своих темных дел. И для Назарбаева джиоузен была точка, индикаторная точка невозврата. Все. После этого он, извините, политический труп, как и все они, все диктаторы, и Путин, и Лукашенко, и все они не имеют будущего. Почему народ вышел в Ливии? И, казалось бы, нормально материальное положение было. Да потому что потребность человеческой совести, которую вы не найдете в пирамиде Маслову, а это потребность в свободе и в справедливости, была нарушена. И ее не было. Она не была удовлетворена. И поэтому люди вышли. Почему вышел Майдан, студенты почему вышли, которые, мы их приглашали, как горохом об стену, и тут они сами выходят. Почему? Потому что была нарушена справедливость. И сейчас, там, где нарушается справедливость, там, где нарушается свобода человека, люди выходят. Потому что на первый план выходит высшая сущность человека, совесть. И перспектива у тех людей, у тех лидеров, которые будут жить по совести, которую это видно невооруженным глазом. Назарбаев живет под ковром. Это диктатор, и его дни сочинены. Выберут его, не выберут. Ну, конечно, они там все сделают, чтобы его выбрали, и снова обманут всех. Но ничего не выйдет. Этот снежный снежок с вершими джамалудами уже пущен, и он просто снесет эти все диктаторские режимы. Они обречены. И я убежден, Айдос, что, да, мы должны делать то, что мы можем, и пусть, что будет. И Майдан, который стал источником для всего мира, это планетарное явление, он стал источником удовлетворения вот этой потребности, потребности в свободе и потребности в справедливости. И не случайно. И Тамара здесь, и Айдос здесь, и Игорь здесь. Люди, которые живут по совести. И я просто с оптимизмом смотрю вперед и скажу, что кто с нами, кто против нас, если с нами Бог? А Бог – это справедливость и это свобода. Слава Казахстану! Слава всем странам, которые участвуют, у нас это помогает. Надеюсь, это будет последний срок этого человека, этого диктатора. На этом скоро, я думаю, закончатся его дни, его политические дни. И все эти люди, которые его поддерживают, будут сидеть в тюрьме. Даст Бог, мы победим! Даст Аллаш! Слава Казахстан